Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим трубочки на слоеном тесте с белково-заварным кремом. Такие трубочки совсем несложно приготовить. Ну а получаются они нежные, хрустящие, а крем легким и воздушным. Кстати, от этого крема тесто в трубочках абсолютно не размокает, и они долго остаются хрустящими. Такой десерт прекрасно дополнит чашечку ароматного кофе или чая. Добро пожаловать на мой канал! Для крема мне понадобится 2 белка, это примерно 70-75 граммов, 150 граммов сахара, соль, чайная ложка лимонного сока, горячая вода и несколько капель ванилина. И один желток я буду использовать для помазки трубочек. Белки и один желток необходимо убрать в холодильник, пока они нам не понадобятся. Обязательно затяните пищевой пленкой, чтобы на поверхности не образовалась корочка. В ледяную воду добавляю 1 желток, соль, сахар и уксус. Хорошо взбалтываю вилкой. Готово! И пока отставлю в сторону. Замешивать тесто я буду блендером, это намного проще и быстрее. В чашу отправляю муку и маргарин, предварительно порубив его на небольшие кусочки. Короткими импульсами хорошо перебиваю масло с мукой, чтобы образовалась мелкая крошка. Также это тесто можно замесить руками. На крупной терке необходимо натереть маргарин в муку. И аккуратно перетереть пальцами в крошку. Только сильно долго не перемешивайте, чтобы маргарин не начал таять под воздействием теплоты рук. Вот такая мелкая крошка у меня получилась. Ее приготовление заняло буквально 1 минуту. В муку добавляю яйцо с водой и молоко. Оно также должно быть холодным. Снова пробиваю блендером, чтобы масса начала комковаться. Но не вымешивайте ее до однородности. Вот так примерно должно получиться. Перекладываю тесто на стол. И просто собираю его в однородный комок. Вымешивать это тесто не нужно. Вот такое тесто получается. Оно довольно мягкое, но не однородное. И чтобы потом его было удобнее раскатывать, формирую вот такой квадрат. Заворачиваю в пищевую пленку. Можно просто положить в пакет. И отправляю тесто в холодильник примерно на полтора часа. Я достала тесто из холодильника. За полтора часа оно стало более плотным. Рабочую поверхность хорошо припыляю мукой. Тесто также припылите мукой. Раскатываю скалкой в прямоугольный пласт. Обращайте внимание, чтобы тесто не прилипало к рабочей поверхности. Периодически приподнимайте его и припыляйте ее мукой. Кондитерским шпателем вот так его подравниваю, чтобы сразу раскатать его нужного размера и формы. Если тесто начинает прилипать к скалке, припыляйте его мукой, но совсем немножко. Тесто необходимо раскатать толщиной примерно 2-3 мм. Теперь с помощью кондитерского шпателя я убираю неровные края. Если у вас есть нож для пиццы, это будет сделать намного проще и быстрее. Убираю совсем немножко. Размер теста получился 50 см в длину и 45 см в ширину. С помощью линейки разделяю на полоски примерно по 2-2,5 см. У меня получилось 17 полосок, то есть будет 17 трубочек. Накручивать тесто я буду на вот такие трубочки. Длина их 14 см, диаметр 3 см. Если у вас нет такого приспособления, не беда. Можно сделать такие конусы самостоятельно, с помощью бумаги и фольги. Пока у меня не было таких конусов, я пекла именно таким способом. Конусы я ничем не смазываю. Беру полоску и слегка ее вот так, совсем немножечко растягиваю. Сильно тянуть не нужно, чтобы вы не порвали тесто. Совсем немножко. Закручивать тесто буду снизу, мне так удобнее. Закрепляю тесто. Видите, не у самого низа, а немножечко повыше. Чтобы внизу осталось достаточно доступное отверстие для наполнения кремом. И вот так накручиваю. Немного беру внахлёст, чтобы после выпекания трубочка не раскручивалась. Закрепляю и вот этим швом вниз выкладываю на противень. Снова беру полосочку теста и слегка ее растягиваю. Сверху смазываю трубочки смесью желтка и воды в соотношении 1 столовая ложка воды на 1 желток. Готово! Отправляю трубочки выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 15-18 минут. У меня электродуховка, выпекаю на режиме вверх-вниз, без конвекции. Трубочки готовы, теперь оставляю их до полного остывания. Трубочки остыли. И вот так вот слегка прокручивая, я извлекаю их из конусов. И вот посмотрите, какие ровные и красивые они получились. Для крема мне понадобится 150 граммов сахара, 2 белка, кипяток, щепотка соли, чайная ложка лимонного сока и несколько капель ванилина. Белки должны быть холодными. В сотейник высыпаю сахар, добавляю 50 миллилитров горячей воды и аккуратно размешиваю лопаткой, чтобы сахар максимально растворился. Потому что когда мы отправим сироп на огонь, его мешать уже будет нельзя. Соотношение сахара и воды для сиропа рассчитать очень просто. Если брать 150 граммов сахара, тогда воды понадобится в 3 раза меньше, то есть 50 миллилитров. Сахар практически полностью растворился, отправляю на плиту на небольшой огонь. Белки отправляю в чашу миксера. И чаша миксера и венчик должны быть обязательно сухими и чистыми. Всыпаю щепотку соли. После того, как поставили сироп на плиту, параллельно начинаю взбивать белки. На моем миксере 6 скоростей, взбиваю на третьей скорости. Напомню, что сироп на плите мешать уже нельзя. Как только вы увидели, что сироп начинает кипеть более интенсивно, немного увеличьте скорость миксера. Я переключаю на четвертую скорость. Сироп необходимо довести до 119-120 градусов. К этому времени белки должны хорошо взбиться. Так как сиропа немного, и чтобы более точно измерить температуру, сотейник я переклоняю немного на бок и начинаю замерять температуру. Напомню, сироп нужно уваривать до 119-120 градусов. За это время белки уже хорошо взбились. Сироп достиг 120 градусов. Уменьшаю скорость миксера на среднюю. И аккуратно, тонкой струйкой начинаю вливать сироп. Старайтесь, чтобы жидкость не попадала на венчик, чтобы сироп не разбрызгивался по стенкам посуды. После того, как влили весь сироп, добавляю несколько капель ванилина. Переключаю миксер на высокую скорость. У меня пятая из шести. И взбиваю крем на протяжении 8-10 минут. Иногда останавливаю работу миксера и зачищаю стенки посуды. Лопаткой поднимаю массу с донышка, чтобы крем хорошо и равномерно взбивался. Я взбивала свой крем 9 минут. И вот посмотрите, насколько пышный, гладкий, красивый он получился. Он прекрасно держит форму, даже не спадает с лопатки. Можно перекладывать в кондитерский мешок и наполнять пирожное. Я переложила крем в кондитерский мешок и наполнять пирожное буду вот такой вот насадкой. Сначала наполняю серединку, а потом уже украшу. Так как моя насадка полностью до конца не достает трубочки, я специально сделала сзади отверстие побольше, чтобы туда поместилась насадка и чтобы пирожное полностью заполнить кремом. Вот так получается. И таким образом наполняю все пирожное. Оставшимся кремом можно украсить серединку трубочек. Сверху трубочки можно украсить сахарной пудрой. Это уже по вашему желанию. Трубочки по этому рецепту получаются просто бесподобными. Тесто нежное, хрустящее, ну а крем воздушный, легкий и очень вкусный. Только посмотрите, какое слоистое и воздушное получилось тесто. Трубочка в середине не пустая, а полностью заполнена кремом. От этого крема трубочки не размокают и остаются хрустящими. Поэтому обязательно попробуйте приготовить эти невероятно вкусные трубочки на слоеном тесте с белково-заварным кремом. И, конечно же, делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok